Открытие нового разворотного кольца трамвая номер 5 опять откладывается. Уже более полугода не курсирует единственный маршрут, связывающий Молдаванку и Аркадию. За последние несколько месяцев городская власть уже с десяток раз анонсировала окончание строительства. Первая дата 25 мая. Прошло два месяца. Работы, кажется, действительно уже на финишной прямой. Но вот насколько они законны, разбирались наши корреспонденты. Эпопея с пятым трамваем началась, когда после реконструкции Аркадии выяснилось, в торговом центре под открытым небом нет места разворотному кольцу. На его месте просто поставили магазины. Тогда по обеим колеям пустили по одному, составу которой курсировали в режиме челноков. Было это неудобно. Потом городские власти все-таки озаботились тем, как же одесситам добираться на любимый пляж. Первый проект разворотного кольца предусматривал его строительство в районе площади 10 апреля, но он был отвергнут. Сегодня, как и последние несколько месяцев, одесситам с трудом удается добраться до Аркадии. Проходили неудобно. Там положили какую-то настилу для пешеходов? Нет там ничего. Это не по-человечески, скажем так. Я думаю, зима была большая, затяжная. Весна была очень длинная. Можно было успеть при желании. По словам активиста Игоря Елен, разворотное кольцо именно там, где его планируют открыть, находиться не может. К тому есть несколько причин. Во-первых, это нарушение земельного законодательства. Публичная кадастровая карта дает четкие формулировки. Это частная собственность, предназначенная для эксплуатации и обслуженной рекреационно-делового комплекса. А разворотное кольцо элементом такого не является. Данный объект здесь появиться с точки зрения земельного законодательства не может никоим образом. И наоборот, его появление здесь свидетельствует о самовольном характере выполняемых работ. Еще одно нарушение – пренебрежение законодательством охраны памятников. Капитальное строение находится в непосредственной близости от памятника архитектуры местного значения – столовая дома отдыха Приморья. И в границах комплексной охранной зоны курорта Аркадия. Режим и ограничение использования таких территорий установлены историко-архитектурным опорным планом, утвержденным в 2008 году. Согласно государственным строительным нормам ГСН, строй здесь можно, если ГАСК присвоил документации определенный уровень, чего сделано не было. В итоге любой десит может в суде оспорить всю эту стройку. Узаконить совершенное преступление невозможно. Его можно только устранить. Причем устранить необходимо за счет того, кто совершил данное преступление. Трамвайное кольцо было самовольно, демонтировано, непонятно за чей счет, а на его месте размещены капитальные сооружения развлекательно-торгового центра. Мало того, напоминаю, там был уничтожен парк Аркадия, который являлся памятником архитектуры местного значения, находился под охраной государства. К тому же был срезан естественный склон, находящийся на территории охранной зоны. Это тоже незаконно, считает Игорь Ейлин. Еще одно нарушение. В 2003 году был утвержден детальный план территории, согласно которому разворотное кольцо находится на старом месте. Об этих нарушениях не могут не знать в мэрии. Исполнителем работ является компания «Рост», которую ряд СМИ напрямую связывают с нынешним мэром Геннадием Трухановым. Это прямая заинтересованность. Я не вижу других причин для того, чтобы совершалось преступление, и никто не хотел каким-либо образом ему препятствовать. Наверняка есть коммерческие интересы, которые наверняка стоят гораздо выше, чем интересы города.